33 глава об умершем, который слышит и которому будут заданы вопросы. 646 хадис Анаби Гурай рассказывал о том, что посланник Аллаху говорил «Инна льмайита ля ясму хавка не алихим, иза валлю мудбирин». Поистине умерший слышит топот сандалий, когда уходят они, когда они возвращаются или когда они уходят. Они возвращаются или они уходят, Баракалуфикум, это кто у нас? Те, кто пришел хоронить этого человека. То есть, когда люди пришли похоронить умершего, они кладут его в могилу, и он слышит. У нас Баракалуфикум основа, очень-очень важный Баракалуфикум момент. Что Всевышний Господь сказал «Инна калят усмельмаута» Поистине ты не можешь заставить мертвых услышать. Поэтому основа – мертвые не слышат, мертвые не слышат живых. И мы с вами Баракалуфикум брали на прошлом уроке или хадис, что когда душа поднимается, спрашивают, что произошло с этим, что произошло с этим. То есть, если бы души мертвые слышали, они бы не задавали такой вопрос вновь прибывшей душе. Правильно же? Однако, вот эти хадисы и подобные им указывают на то, что иногда мертвые слышат. И это называется Баракалуфикум, или то, что называется, То есть, основа Баракалуфикум, что мертвые вообще ничего не слышат. Кроме того, Так же Аллах сказал, ты не можешь заставить слышать тех, кто в могиле, в Сурифатр. То есть, основа, что люди не слышат. Кроме тех моментов, определенных в какой-то момент, в какой-то час, Когда Всевышний Аллах позволяет ему, то есть, этому умершему, что-то услышать. Что-то услышать Баракалуфикум, как вот в этом хадисе он слышит топот ног. Или удара сандалии об землю, когда те уходят Баракалуфикум. Один из ханафийских ученых, имя которого Нурман, Махмуд Шукри, Аль-Уси, досмелся над ним Аллах, Написал очень хорошую книгу. Называется То есть, ясные знамения о том, что мертвые не слышат. И это акида ханафитов. И это акида ханафитов в Аракалуфикум. И поэтому, если после этого приходит какой-то человек и бьет себя в грудь, И говорит, что он ханафит, из-за того, что он ставит руки под пупок, Так акиду ханафитскую ты не придешь. Ханафитские ученые говорят о том, что мертвые не слышат, И поэтому строить мавзолеи, хоронить там мертвых, Потом ездить посещать эти мавзолеи, или какие-то пещеры, В которых похоронены эти мертвые, Под лозунгом, что мы просим, обращаемся к ним с дуа и так далее, И так подобно. В ханафитском Азабе это запрещено. Как и во всех остальных масхадах. И вот в этой книге он отметил, Что одной из самых сильных причин Распространения ширка среди мусульман Является убеждение о том, Что мертвые слышат. Убеждение о том, что мертвые слышат. Поэтому те, кто говорят, что духи предков слышат нас, Что можно обращаться к духам предков за помощью, Не имеют никакого отношения к ханафитскому мазабу, Не говоря уже, Баракалуфикум, о религии ислам, о религии ислам. И это, Баракалуфикум, часто бывает, что подобные заявления делают идолопоклонники, Которые продолжают оставаться на религии Чингисхана. То есть, подобно шиитам-рафидитам. Шииты-рафидиты, как были огнепоклонниками до прихода Мухаммада, Так как не поклонниками, многобожниками, идолопоклонниками и остались, Просто переоделись и заявляют о том, Что, мол, как будто вы они ислам, мусульмане. Вот точно так же и бывают идолопоклонники, Которые находятся в обществе среди мусульман И не хотят людям показывать свое истинное лицо, Кто они на самом деле. И распространяют свою идеологию, Прикрываясь мазгабом одного из имамов нашей религии, Одным из имамов нашей религии. Потому что, баракалуфикум, если этот человек приедет и скажет, Да, я идолопоклонник, я тингирьянин какой-нибудь там и так далее, Подобно, как эта религия Чингисхана была, Поклоняясь солнцу, духом и так далее, Такой человек и никто не будет слушать, правильно? А когда он говорит, такой человек, что он ханафит по мазабу, Маликитх, шафиит и так далее, И тому подобное, и распространяет многобожие, Распространяет идолопоклонство, И побуждает людей обращаться к духам и так далее, И тому подобное, Как такой человек, баракалуфикум, Может заявлять, что он на религии ислам, Или что он придержится мазабы и так далее, И тому подобное. Нет, братья, баракалуфикум, Религия ислам, религия единобожия, Отличительная черта баракалуфикум, Той религии, которую мы сведуем, Это религия чего? Религия единобожия.